Вообще по моей жизни, а второй по отношениям. Жизнь в октябре. Мне уже 36 лет. Из этих 36 лет, наверное, уже где-то больше 20 или около 20, в последних лет я вхожу к психологу, или терапевты, или психологи. У вас есть напряжение в теле, динамическое напряжение, сильное. То есть это страдает волевой фактор в жизни. Вам тяжело себя заставить что-то делать или преодолеть какие-то планки. Это преодолевается с помощью длительного непрерывного движения. Ну, то есть блоки находятся на глубоких психических цилиндрах. Поэтому нужно, ну, я так думаю, что 3,5 часа минимум нужно непрерывной ходьбы, чтобы как-то себя приводить в порядок. А лучше сразу по 4,5 часа ходить раз в 6 дней. И так делать по графику. Раз в 6 дней. А бегать сколько, если не ходить? Бегать, вот в зависимости от скорости, если 9 км в час, то где-то 1.50. Если 8 км в час, такой легкий, совсем расслабленный бег, то где-то 2.40, где-то вот так. Ну, еще приятному, может, все эти, там, вот, я как бы, свой стан, как я могу его сказать? Мне не надо еще рассказывать. Мне не надо еще рассказывать. Я вижу ваше состояние психическое. Я вам сказал, что вам надо делать. Вы можете сейчас мне все это рассказывать. Я вижу блок. Он дает проблему восприятия мира, проблему с напряжением, раздражительностью сильной. Вас много чего раздражает. Как бы это все побеждает с аскезами. Неподвижное положение тела возле дерева. Такие деревья, как липа, клем, дуб. Стоять спиной час десять раз в 4 дня. И длительное непрерывное движение. Лучше бег. Нет возможности ходьба. Вот. Бегать долго надо. Но вы не сможете сразу долго бегать. Это надо тренироваться уже. Поэтому лучше сразу долго ходить. Потому что если вы будете бегать по часу в день, это ни о чем. Вам это не поможет. Понимаете? Вам надо именно потому, что само лечение начинается в конце мероприятия. Вот вы 4 часа 30 минут идете. Это после трех часов только лечение начинается. После трех часов ходьбы. А до этого ничего не произойдет. И там вам будет тяжело идти. У вас будут вот эти вот психические напряжения все ваши. Они будут скрываться. Сами блоки такие возникают. Ну не просто так. То есть. Вот ваше, ну как бы, психическое напряжение. Оно связано с жестокостью, которую вы совершили в прошлой жизни. Не додолго до ухода из жизни. Что-то произошло у вас. И когда человек жестокость совершает, жестокий поступок, то у него этот поступок дает такой жесткий блок в психике. И вот эти все эпилепсии, допустим, какие-то психические зажатости там, психические заболевания. Это все результат жестокости, который ты совершал в прошлой жизни против других людей. В этой жизни ты рождаешься уже, как будто тебе клин в голову били. Понимаете? И это побеждается с помощью аскез. Не то, что ты вот должен с этим всю жизнь прожить. Понимаете? Аскезы человек совершает, и он побеждает это все. Здесь просто ходить в церковь не поможет. Потому что есть вещи, которые надо физически побеждать. Вот, допустим, если у меня заноза, допустим, в пальце торчит, и я пошел в церковь и молюсь, молюсь от заноза, чтобы у меня заноза не было. Или я хожу к астрологу и говорю, когда по судьбе мне положено без заноза жить. Вот. Понимаете? Это неправильное мышление. Ну, то есть есть такие же занозы и в психике. Вот для вас психика это что-то такое вот странное. А для меня это конкретная вещь. То есть я вижу ее и чувствую, там тоже такие же блоки вот стоят. И они психически пробиваются. Они, ну, то есть занозу надо выковыривать и загнуть другой иголочкой там, или занозить шипом. То есть это механическая вещь. А есть аскезами что-то лечится. Есть что-то, духовной практикой лечится. Вот, например, если блок такой, допустим, не могу выйти замуж, то это тогда уже можно молиться. Или не могу устроиться на работу. Такие блоки уже побеждают с молитвой. А этот блок у вас такое жесткое психическое напряжение внутри, оно побеждается только аскезами. Вот по-другому никак. Потому что там механическое, ну, есть механические блоки на уровне психики. Там механический блок, его надо пробивать просто и все. Ну, что, спасибо. И по второму вопросу. Я всегда, я избегал людей, так, фактически там. Вот я в коле там пою, уже там в семье, там окончается революция или там литургия. Я так старался идти сам, да, побыстрее. Ну, потому что у вас нет сил. Нет сил. Да. И вот это, и также у меня вот проблемы, как соотношение с дверью там. Не было девушек. Нет сил. Да. И вот полтора года назад я всегда ходил на какие-то там, каких-то докторов там. То иглы, то, ну, много уже. Бесполезно. И вот полтора года назад, как бы, ну, все на один антидепрессанты. Ну, вот это уже все. Это вот попались на удочку врачей, так сказать. Ну, это было полгода. И вот во время, когда я принимал эти депрессанты, я познакомился. Мне понравилось знать девушке. Я ей начал писать и, как бы, завязались отношения у нас с другого города. И, по поводу прошло, я, как бы, принял решение прекратить эти таблетки, чтобы быть честным перед тем, потому что мы не знаем, сколько эти таблетки там влияют на меня. И, не знаю, через эти таблетки или как, или через то, что мы начали физически больше встречаться, не по телефону разговаривать, ну, я начал видеть, ну, недостатки, там, критиковать. Можно, мой хороший, можно я буду говорить, потому что вы будете говорить долго. Это повлияет на весь зал. Все напрягутся. Я вот, вы мне два слова сказали, я уже знаю, чего вам ответить. А вы мне рассказывайте, рассказывайте. Смотрите, у вас нет возможности сейчас встречаться с девушкой. Можете это объяснять как угодно. Можно говорить о том, что там что-то повлияло. Можно, вот смотрите, допустим, можно смотреть на ситуацию очень детально, снизу. Но если ты видишь всю картину, то дальше нет смысла что-то анализировать. В детальном анализе нет смысла, потому что у вас нет сил создавать семью. Их нет просто. Понимаете? И причина болезни. Есть физическая составляющая жизни, есть психическая, есть духовная. Многие люди не знают, что если физическая составляющая на нуле, физическая составляющая является питанием для всех остальных. Вот физическая составляющая на нуле, у тебя не будет психических сил, не будет духовных сил. Питание идет снизу. Если человек не поел, он голодный, он не сможет молиться, он не сможет спать, он не сможет жениться, он не сможет работать. Ему надо кушать. Понимаете? Физическая составляющая является основой для жизни. Мы в теле живем. Вот в этом теле. Если оно больное, человек не может ничего делать. Ему надо выздороветь. У вас физическое тело более-менее нормально. У вас психическое тело больное. У нас три тела, понимаете? И там в психическом теле как раз и находятся отношения. Человеку, чтобы устроить отношения, ему нужно быть здоровым. Понимаете? Здоровым означает, хватает сил. У вас этих сил не хватает. И поэтому вы общались с ней, истощались потихоньку, становилось все тяжелее. И потом вы поняли, что вы уже не можете общаться. И разорвали отношения. Вот и все. Вся история. Мне ее не надо рассказывать. Вам надо сейчас делать то, что я вам сказал. Длительное движение и стоять возле деревьев. И еще можно начинать тоже смело поститься по субботам на воде. Вот три вещи, которые вам в жизни надо делать. Через полгода вы себя не узнаете. Хорошо. Дмитрий Иванович, ему очень надо еще один вопрос. Практически, возможно, из-за него еще три лет. Ну, вот задайте вопрос. Не надо мне рассказывать историю вашей жизни. Вот вопрос конкретно задайте. Я на него отвечу. Это к знакам. Вот, когда я решил разорвать свои отношения. Так как вы уже разорвали, я пришел к своему другому наставнику. Он сказал, я рассказал свою историю. Он сказал, нет, не надо. Не надо расставаться? Не надо расставаться. Ну, я тоже так скажу. Не надо расставаться и не надо встречаться. Потому что у вас нет возможности встречаться. Потом я приезжаю к ней, чтобы еще раз извиниться. Потому что мне казалось, что я ангела обидел. Она очень хорошо так меня относилась. И там еще один священник был, который сказал, что мы очень похожи. Ну, хорошо. Все, я понял. И еще было два знака. Вопрос. 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 Что за знак? Все, я помню. Знаки хорошие. Нам надо оставаться вместе. Но вместе вы не можете. Потому что у вас нет сил. Поэтому надо учиться. Девушка хорошая. Она, в принципе, в шоке. Но она может вернуться в отношения. Но сейчас не актуально вам к ней лезть. Все равно ведь будет то же самое. Вы просто разрушите эти отношения. Все. Тяжело ее характер вытянуть. А тяжело любому мужчине женский характер вытянуть. У всех женщин тяжелый характер. Я вам говорю об этом на лекциях. Вы меня не слышите. Я говорю, у всех женщин тяжелый характер. Вы думаете, Олег Геннадь шутит. Нет, я говорю правду. Хорошо, спасибо. Поэтому мужчина, чтобы держать женский характер. Женский характер как огонь. Это огненная сила. Он жарит психику. Выдывает из равновесия мужчина. Выходит из равновесия рядом с женщиной. Теряет самообладание. Начинает нервничать. Для этого надо быть сильным, здоровым. Чтобы с женщиной общаться. Вы получили от меня все, что вам нужно для здоровья. Вы разрушены многочисленными советами. Астрологов, врачей, психологов. И все дальнейшие вопросы ко мне указывают только на одно. Но вы вообще в целом этой категории людей не доверяете. И мне в том числе. Потому что вы уже пострадали от этого всего. Но я вам сказал правду. Если вы будете это делать, вам будет лучше. И вы начнете жить нормальной жизнью. Это правда. Понимаете? Поверите вы в нее или нет. Это уже ваш выбор. Но вынуждать меня с вами разговаривать все больше и больше. Только для того, чтобы вы мне больше поверили бессмысленно. Потому что от этого ваша вера не укрепится. Большое спасибо.